После того, как свекла выдернута, я сразу начинаю готовить ее к хранению. Первым делом я отрезаю на нее ботву. Вот она. Она будет отправлена в компост и послужит потом хорошим удобрением. Остальную свеклу я обрезаю от ботвы следующим образом. Ботва обрезается примерно на полсантиметра. Вот так. Хвостик тоже отрезается. Можно оставить маленький. И вот таким способом свекла потом не прорастает зимой и очень хорошо хранится. Такой простой способ позволяет хранить свеклу довольно неплохо. Кроме того, я сразу отбраковываю не очень качественные корнеплоды свеклы. Ну, это всякие пересорты и видно, что не очень хорошие корнеплоды. Слишком крупные, например, уродливые и всякие такие. Ну, вот, например, вот такие вот корнеплоды. Свеклы у меня достаточно, поэтому я такие сомнительные. Я их сразу отбраковываю и тоже безжалостно отправляю в компост. Вместе с ботвой. Там они будут переплевать. И в том числе и даже вот такие вот огромные гиганты. Эти я вообще в первую очередь сразу выбрасываю. Потому что, как правило, такая свекла, она некачественная. И вот, после того, как свекла перебрана и обрезана, я ее пакую в мешки. Использую обыкновенные мешки ПВХ, ну, в которых сахар продают. Они хранятся в погребе. И мешки я там не завязываю. И свекла там хранится в этих мешках. Ну, для удобства я раскладываю свеклу, ну, примерно по ведру в мешок. Свеколки у меня немного. Это будет у меня мешка 2-3 по ведерку. И будет удобно ее потом оттуда зимой брать. И вот таким простым способом я сохраняю свеклу. Ну, практически всю зиму и даже до весны она хранится неплохо. Потом зимой берешь ее, приносишь домой, и уже можно использовать. Некоторые огородники при закладке свеклой на хранение, они ее моют. Ну, это, конечно, неплохо, если ее помыть. Ну, я этого не делаю по той простой причине, что, если и так она хранится хорошо, то зачем ее еще и мыть. Это можно, когда приносишь домой зимой, тогда и помыть, уже потом использовать. Или некоторое время сходить в холодильнике. Вот так я и готовлю приколку хранения.